И Апти такой оскорбленный, что за разговор, у моего Устаза нет могилы, мой Устаз жил. А вот он мне показал, вот он говорит, что свой Устаз мертв. И тот такой, кто это говорит, ты говоришь, я говорю, не, 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 я не говорю. И самое коронное от Апти, что я никогда ему не забуду и вечно буду ему за это благодарен. Это его слова, украинцы, это такие же русские, как и мы с вами. Врачи там на своих инстаграм-аккаунтах рассказывают вам, пользующимся туалетной бумагой, что надо мыться. А мы это веками делали, понимаешь? Ты кому рассказываешь? Ты кого пришел учить жить? Я вообще поражаюсь, я, блин, когда россиянин мне такие вещи говорит. Когда тебя похитили и копались в убеждениях, ты сказал, что ваши Устазы, мол, умерли и не следует к ним обращаться. Ты что, в сферическом вакууме жил раньше? В дальнем зарубежье даже знают, что Кунта жив. На самом деле, это, оказывается, действительно такая известная вещь оказалась. Но как бы это странным не было, я реально этого не знал. Я не знал, что они считают, что он жив и ждут его. Точнее, что они ждут его возвращения, я, наверное, знал. Это я понимал. Но я не так себе это представлял, что они считают, что он жив и ждут его возвращения. То есть я себе это представлял, типа, они ждут возвращения, типа, его там воскрешают, ну, верят в это. А оказалось, что они считают, что он, в принципе, не умер, он путешествует по миру, там, людей приводит в ислам. Поэтому я, конечно, там сильно запорол, но я сразу понял, что я запорол и сразу отыграл. Я сказал, а, подождите, я, типа, ошибся, я не говорю, что он умер, но там не прокатило уже. Кстати говоря, на это очень сильно возмущался Апти Алаудинов. Он, вот, все то, что он сейчас рассказывает участникам этого СВО, про войско Иисуса, там, про мусульман и христиан, которые вместе там будут. Вот, вот, все это то же самое, да, он говорил, и когда меня похитили, просто там была другая волна, все было про Кунта Хаджи. Он, это человек, который не стесняясь без, то есть вы на его лице не увидите никакой мимики, которая бы его выдала, что он, ну, троллит. Он на полном серьезе, он начинает нести этот бред. И по поводу Кунта Хаджи, он точно так же, когда я говорил, что Кунта Хаджи, когда я сказал, что он мертв, Алаудинова не было. Алаудинов подъехал позже, и Ислам ему говорит, ты говорит, кто твой, типа, Устаз, Кунта Хаджи. Апти говорит, мой Устаз Кунта Хаджи. И Ислам говорит, а где, говорит, Зияра твоего Устаза, то есть где могила твоего Устаза. И Апти такой оскорбленный, что за разговор, у моего Устаза нет могилы, мой Устаз жив. А вот он мне показал, вот он говорит, что свой Устаз мертв. И тот такой, кто это говорит, ты говоришь? Я говорю, не, 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 я не говорю. И он сразу начинает, смотри, я таким, как ты, ваххабистом, знаешь, что там скажу. Я, говорит, сидел где-то там в ресторане в Москве, и там, говорит, был чернокожий африканец. И он сказал, что его шейх тоже Кунта Хаджи, и что Кунта Хаджи это их, типа, из них, из их народа. А я, говорит, с ним поспорил, нет, он, типа, он из нас, как он из твоих там. И, в общем, мы, говорит, с ним поспорили, я потом сказал, какого цвета была его кожа, он сказал белая. Вот, видишь, он, типа, из нас. Но самое интересное, что эта история, которую Апти рассказывает, это такая известная байка. Апти не был ни в каком ресторане, никакого чернокожего африканца он не видел, и ничего подобного вообще не происходило. Это такая известная байка, которую каждый на свой лад рассказывает, как будто бы она с ним произошла. И вот он там, на этой встрече, не моргая глазом, на полном серьезе, он нес эту чушь, говоря, что это произошло непосредственно с ним. Поэтому он точно так же сейчас, не моргая глазом, он грузит вот этих людей, что типа войско Иисуса, там, пришествие, что-то, что-то. И самое, наверное, коронное от Апти, то, что я никогда ему не забуду и вечно буду, наверное, ему за это благодарен. Это его слова, украинцы, это такие же русские, как и мы с вами. Это было лучшее. Ты видел когда-то Ахмада Кадырова, или Рамзана Кадырова, или Хатаба, или Игилаева, или Муцараева, или Басаева вживую и общались? Мы не общались точно. Кадырова-старшего видел ли я вживую, я не помню, не вспомню я это. Рамзана Кадырова я вживую видел на свадьбе одной. Хатаба, Гилаева, Муцараева. Муцараева, наверное, я вживую не видел. Хатаба, Гилаева я вживую где-то на каких-то митингах, возможно, так видел. Не так, что мы где-то сидели. Я вообще был маленький тогда. Я мог просто где-то там на митинге оказаться, где они выступали. На концерте даже. Я был на одном концерте, где был Шамиль Басаев после нашей победы. На стадионе ручных игр у нас проходил большой концерт. Там еще, по-моему, Кобзон даже выступал на этом концерте. Это я видел там. Шамиль Басаев вышел на трибуну и выступил. Смешно сейчас вспоминать, да, что даже такие моменты у нас были. Проходили концерты. Интересно слышать такое от россиянина, у которого сегодня огромная часть его территории живет без света, без газа, без элементарных удобств. У тебя в стране есть люди, которые никогда не видели унитаза. И поэтому, когда они оказались в Украине, увидели первый раз в своей жизни унитазы, они не нашли ничего лучше, чем их увезти к себе домой. Ты о чем говоришь? Ты про какую туалетную бумагу говоришь? Мы веками пользовались водой. То, что вы только сегодня додумались, что нужно, оказывается, мыться. Вы только сегодня разные ваши врачи на своих инстаграм-аккаунтах рассказывают вам, пользующимся туалетной бумагой, что надо мыться. А мы это веками делали, понимаешь? Ты кому рассказываешь? Ты кого пришел учить жить? Вы, ребята, сами себя научите сначала, решите свои проблемы. Мы как-нибудь без вас обойдемся. И газ себе сделаем, и свет себе сделаем. Все блага этого мира, поверьте, мы себе добудем с помощью Всевышнего Аллаха. Я вообще поражаюсь. Я, блин, когда россиянин мне такие вещи говорит, про туалетную бумагу, про газ, про свет, ты о чем говоришь? Ты поедь в большинство, в большую часть Сибири, посмотри, как там люди живут. Субтитры создавал DimaTorzok